Декрет Сегодня режим робит не умовы, а робит оковы Славу! 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 Это был так самый час непростый. Такого профсоюза РЭП в Беларуси не исновало, а все предприниматели из других регионов, областных центров выходили напрямую на Москву. И это был непростый час, что требовало всех собрать разом. Чтобы выросшись будем, мы бы давать профсоюз. И когда приехали москвичи, они же не хотели, чтобы был тут профсоюз, потому что союз разбирался, а тут нечто робят иншее. Но люди были в настроении уверены, что мы хотим створить свой профсоюз. И то, что мы тогда вошли в Федерацию, это был новый новый профсоюз. Потому что все остальные уже были створены. Такой мощный профсоюз, который наличил в тот час 275 тысяч сябров профсоюзов. Это был самый мощный промышленный профсоюз в Республике. Я еще помню, что мы, буйные профсоюзы, имели пропуск, и мы могли удельничать с любым поседжением Верховного Совета. Мы могли по этому пропуску пройти и у РАД. Нашмак директоров имел такие пропуски. Пропуски отмели мы. И даже принесли улетки. В тот час принималось нечто по минимальной зарубке. И один из тех, кто нам допомогал раздавать улетки, кто вы думаете был? Александр Игорьевич Лукашенко. Вот он говорит, я помогу раздать вам. Ну мы не поспели, там он три голоса не хотел. Но тогда было еще до чинения до профсоюза. Олег пришел в 1994 год. И безумовно начало все меняться. Нам, раз, годов 5-6, уже мы разумели, что с нами не хочется заключать тарифные погоднения. А мы заключали разом, створили ассоциацию промышленных профсоюзов. Это было уже полмиллиона працанных. И с этим нам пришлось лечиться. И я помню, что очень тяжело было предприемством. И шарик директоров вернулись до профсоюза, чтобы мы каким-то образом допомогли сделать проект закон о конверсии. И директора, это уже шмат их, уже зашло житься, шмат есть, и они это помятают. И когда нас перестали, пришел час пускать на предприемство, мы в загадку. У нас были просто дровлянные такие звери, вот серные зеразы столицы. Олеж, когда отбылся в 2011 году, в 2014 году, как раз на старый Новый год, пиратрус суперсовников КДБ, мы решили поставить вот такие старние железные двери и так само камеру. Мы не более не думали, что профсоюз офис будет начинять на двое дверей. Алеж, час берет свое, и мне зараз об этом не шкадуем. Тому я лечу, что это было сделано в первую очередь только после пиратруса. Потребы, когда вы поваривались или в городском совете, а лежите. Мы перестали, а не только делаем человека. Каждый день к нам приходят люди со своими проблемами. Они поставлены в такие условия, низкие заработные платы, тяжелые условия труда, условия, не соответствующие нормам охраны труда и техники безопасности, переработки. Все это приводит людей к тому, что они не хотят продолжать свои трудовые отношения. А вот контрактная система найма, она как бы так сказать позволяет нанимателю удерживать человека на рабочем месте. Не всегда удается в общем-то помочь людям, но мы стараемся. И у нас есть положительные примеры в этих вопросах. Людей заставляют работать, совмещать с профессией. Я занимался как-то вопросом домостроительного комбината, где люди, кроме своей основной профессии, выполняли еще работу по совмещению профессий. Им за эту работу, естественно, никто не доплачивал. И, к сожалению, государственные органы и суд закрыли на это глаза. Хотя всем известно, что это происходило на самом деле. Все сделали вид, что такого нету. К нам приходят люди. Мы их выслушиваем, оказываем консультацию при необходимости. Представляем их интересы в суде, если они являются членами профсоюза. У нас, в общем-то, как бы хорошая практика. Я бригадир кровельщиков, которые вынуждены были обратиться в профсоюз РЭП за помощью. Мы выполняли работы для государственного отреста «Белтранстрой». По окончанию работы нас просто кинули за деньги. Они подделали наши подписи в договорах подряда. И творился такой беспредел, что просто ужас. Плевали в суде на эти договора. Плевали на «Белтранстрой». Они не знают, что такое эти законы. Они знают только свои карманы и все остальное. А профсоюз РЭП помог нам, защитил наши права, наши интересы и отменил решение суда в Минском городском суде. Матировочная часть решения суда Московского района – судья Смолина Светлана Викторовна. Я не знаю, как она так начисляла и кто это дал, какое ей право. У нас таких зарплат нет. За ноябрь месяц бригада с 22 человек заработала 280 рублей. Я не знаю, что мы делали и как это можно было. Делится на 22 человека. И получается, за месяц мы заработали, каждый из 22 человек, 12 рублей. 75 копеек на каждого за ноябрь месяц. Также у нее идет распределение 29 рублей за октябрь и 35 за декабрь месяц. Вот как можно это все. А всего нам заработано больше 180 тысяч на Минском моторном заводе. Так что здесь профсоюз защищает интересы в первую очередь государства, наверное, пенсионеров, которые недополучат деньги. Ну какой можно подоходный налог удержать и как можно перечислить с фонда социальной защиты в 12 рублей. Знаком был, познакомили меня с Надей Федоровичем Федоровичем до начала вот этих процессов. Но я уже работал в этом тресте. Сказал, что ой, я работаю в государственном предприятии и никогда, наверное, не буду обращаться к вам. А сегодня получилось, никогда не говори никогда. Я был рад, что меня познакомили с Федоровичем и что есть еще такая вот организация, которая защищает права человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. Как и что? Ну что? Где мы находимся? Думаешь, что будет? Как будет? Ну что? Ну что, пойдем ждете. Ну что, мы ждем, а вы нахожите любви. А мы еще сразу не напираются. Набирачатки. Здесь здесь два, по-моему, здесь. Они стояли, потому что мы решили привести. Я вот это связал. Так, сейчас, сейчас, нужно уйма. Владимир, просто что там может добавиться? Сейчас, сейчас. Дали ограничение свободы не 5, а 4 года, конфискации имущества нету. Ну а что по приговору? Могу сказать, что воспринимаю его как награду. То есть государство оценило то, что мы делали. Жизнь прожита не зря, и наше дело сделано не зря. Власть боится нас. Ведовочно, что Улада это долго не нашла, и то, что этот приговор он ни в любом случае не может отказываться, даже если есть какие-то там были, мы были в части повинны. Мы не повинны. Адвокаты верно мы добросою справу сделали, и безумно мы будем обсказывать этот тупый приговор, потому что он не отповедает расширенности. И почему-то Улада боится рэп. Ну вот наполохали мы ее. Бачите, что и никак не может успокоиться. Ну ничего. Хай дрожить. Скажите, пожалуйста. Будем обсказывать, будем и не только в своих судах. Я думаю, что это не то, что я думаю, я уверен. Это будет и на международном изровне это питание будет поднято и в Женееве, и в Брусселе. Побачим у Лада, мы еще посмаяемся. Погналием рэп, потому что нам нельзя иначе, потому что рэп всегда поможет, по другому профсоюз не может. За отмену контрактов мы, за достойную жизнь С мировой солидарностью продолжаем дружить Все добры, пожалуйста, самостоятельно Стой! 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 Быстрее! Тихо, не лучше толкай! Фашисты! 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 Точно так Траква! 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 Задача суда и выканавчих ладов, которые стоят за этим судом безумовно и спецслужбам, была покараць узорным таким чином покараць профсоюзных лидеров с тем, как наполохать белорусское громадство и обнижавать громадскую активность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok